У нас собрался стол на Брюссель. Один раунд и четыре сдачи. Так, и вот у нас тут серьёзный. Серьёзный игрок один, по крайней мере, слева от меня. Хотя иногда иногда сбегает. Знаете, бывает человек зазвездился, привык выигрывать, а тут вдруг проигрывает. И вот не выдерживает. Тонкая организация, конституция игрока. Не знаю, как можно себе позволять вот так вот сбегать из-за стола, но посмотрим. Может она и сейчас не сбежит. Так, у меня какие-то здесь смешанные и смещённые. Чё очевидно, да? Два-три-четыре бамбуков, три-четыре-пять точек, четыре-пять-шесть символов. Я выбрасываю лишние нера. У меня есть пара четвёрки. У меня нет четвёртого сета. Может, это будет 6, 7, 8 символов. А может, это будет панк девяток, кстати. Значит, сейчас самая ненужная после сноса всех онеров, самая ненужная кость, восьмёрка бамбуков. Я, кстати говоря, могу взять и панк четвёрок точек на четвёртый сет, и панк девяток. Да, панк девяток мне обеспечит панк терминальным безблагородов. Два очка. Панк четвёрок мне обеспечит четыре врозь. Два очка. Ну, зелёный выходит. Он не нужен. Четвёрки выходят две штуки. Вот это уже не очень приятно. Игрок справа сбрасывает две моих четвёрки. Так, две моих четвёрки. Давайте посмотрим, что можно сделать. Второй вариант. У меня сейчас панк и две пары, закрытые на руке, да? Если заходит, например, ещё одна пара. Что я могу сделать с этим? Собирать панги? Собирать панги. Нет, вот сейчас я не готов собирать панги. А вот если заходит ещё одна пара, например, восьмёрка или пятёрка. Вот видите, три четвёрки вышли. Три четвёрки символов уже вышли из игры. Очень неприятно. Если сейчас игрок слева мне не кидает четвёрку символов. Единица. Единица мне не нужна. Игрок справа, кстати говоря, похоже, что не собирает символа. Так что символы под неё можно сбрасывать спокойно. Тут она думала, что надо единичкой. Подождите-ка. А кому могла понадобиться единичка символов? Игроку справа нет. Игроку напротив. Может быть там пара у неё на единицах? Ну хорошо. Так, пятёрки. Пятёрка бамбуков заходит. Давайте всё-таки я вот так выброшу пока. 4, 5, 6 можно собрать. А, можно собрать 5, 6, 7 символов. Вот что можно сделать. Можно собрать панг девяток и 5, 6, 7 символов. Пятёрку бамбуков я не отдаю. Угу. А вот это уже интересно. А давайте я вот так выкину всё-таки. Если игрок справа не собирает символы, я сейчас ей все символы и скину лишние. Опять же может быть что-нибудь вроде... Ага. 4, 5, 6. Может быть как раз парой останут всё-таки девятки точек. А я соберу, например, 3, 4, 5, 4, 5, 6 в точках. 5, 6, 7 в символах. И что-нибудь в бамбуках, да? Или 3, 4, 5 или 4, 5, 6. Двойку бамбуков я выбрасываю. А вот панги... Ну давайте панги всё-таки попробуем. Ладно. Не хочу давать лишние точки направо. А если я буду собирать 3, 4, 5, 4, 5, 6 в точках, я неизбежно четвёрку сброшу. Пятёрку символов я могу скидывать, потому что пятёрка символов уже дважды вышла. У меня третья на руке. Так, я беру, значит, пятёрку точек и девятку точек на панг. Вот так заходит. Ну... А может быть, кстати, интересный момент. Всё равно пятёрку бамбуков я выбрасываю. И четвёрку тоже. Четвёрку может быть даже раньше. У меня же может быть 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Вот как у меня может получиться чистое смещённое чоу. Мне нужна ещё одна двойка, ещё одна тройка точек. Другое дело, что у игрока справа они могут все быть. Игрок слева мне ничего полезного не даёт, кстати, до сих пор, да? Она сбрасывала ланнера терминальные. Открыла семь, восемь, девять. Но при этом сбросилась семёрку, девятку. Да, они не нужны. То ли у неё там чистый ряд в символах. То ли у неё какие-то верхние, может быть. А может быть смешанный ряд. Например, да, у неё 4, 5, 6 в бамбуках уже есть. Она сбросила лишнюю четвёрку. Пятёрка у неё есть. И она ждёт 1, 2, 3 в точках, например. 1, 2, может быть. Да, если тройку она тогда не взяла точек. Но, может быть, не была готова просто. Никто не знает. Игрок справа не открывается. Собирает точки, но при этом не открывается. Да, давайте. И теперь я готов как раз двойку точек уже брать со сноса. Значит, формально у меня ожидание двойка-пятёрка. Но пятёрку мне никак не взять. Пятёрка мне не нужна. Я жду двойку точек. Кстати говоря, игрок слева не сможет сделать смешанную. Чистый ряд, извините. Чистый ряд в символах. Потому что все шестёрки уже заняты. Девятка. Может, конечно, направо идти. Но я уже на просящей. Я не могу ничего поделать. Перестроиться мне некуда, собственно говоря. И двойку точек я бы, конечно, взял с кого-нибудь. Со стены будет лучше всего. Но вероятность взятия со стены одна четвёртая. Ну, то есть, получается, что примерно поровну вероятность победы со стены или с чего-то сноса. Но поскольку стена одна, а соперников трое. Соответственно, вероятность победы со сноса в три раза выше. Так, вот игрок задумалась. Наверное, не хочет двойку скидывать. Единица должна быть безопасная. Последняя, да. Другое дело, что если игрок справа собирает точки. Она, может быть, ждёт четвёрку точек или пятёрку. И двойки она выбрасывать. Ну, вряд ли она будет выбрасывать двойки. У игрока напротив могут быть двойки точек, да. Там, может быть, два, три, четыре. Ну, может быть, она тоже что-нибудь ждёт такое. Ну, вот двойки, кстати говоря, не выходили ещё ни разу из игры. И, может быть, они где-то все застряли. Вот она, отлично. Да? Она либо шла мне сюда, либо игроку направо. Направо не шла. Ага, игрок слева ждала восьмёрку бамбуков. Причём, недавно выстроилась на неё. Игрок напротив ждала пятёрку точек. Ну, хорошие планы. Мне просто повезло больше. За двойкой точек. Так, сейчас у меня, как интересно, значит, пара ветров места. То есть, это могут быть все типы. А вот я пока подожду. Не буду торопиться. Это может быть цеплячья рука. Пока у меня драконов, я не могу вот так вот легко открывать панк своих ветров. Это, конечно, два очка. Но мне с ними больше нечего делать. Это в ричи у вас там якухай. Вы получаете удвоение и всё хорошо, да? Ну, дешёвая рука, но там, в общем, с ней можно выиграть. А здесь это не якуха, это просто два очка. А вам нужно ещё шесть очков набрать. Где-то найти. Так что нет. Я пока не буду торопиться. Вот пока не возьму... Пока не возьму приличные... Приличные какие-нибудь сеты. Может быть дракончик, может быть ещё что-нибудь. Я не хочу открываться. Открываться я буду неизбежно на цеплячью руку, разумеется. Но я не буду открывать панк южных ветров. Я их подержу на паре. Так, четвёрки выходят. Тройку точек, наверное, нужно снести. Я бы скорее взял что? Один, два, три бамбуков. Панк четвёрок бамбуков. Давайте так пока сделаем. Может быть семь, восемь, девять. Сейчас что у меня получается? А, здесь же может быть у меня смешанный ряд, да? Один, два, три бамбуков. Четыре, пять, шесть символов. Семь, восемь, девять точек. Вот интересный момент, кстати. Тройка. Тройка не нужна. Вот, может как собраться? Смотрите, я беру один, два, три бамбуков. Выбрасываю девятку. Выбрасываю восьмёрку. Выбрасываю пятёрку символов. Беру девятку точек. Да? И у меня теперь, если я беру четвёрку символов, у меня получается смешанный ряд. Ну, давайте так всё-таки. А если я беру семёрку символов, у меня получается цеплячья рука. Да? Вот есть такая развилка как раз с парой на анирах. Получается развилка или у меня смешанный ряд, или у меня цеплячья рука. Да, у меня ещё, кстати говоря, в задачнике... Вот я не хочу брать, подождите. У меня чистый ряд соберётся в бамбуках. У меня в задачнике ещё есть интересная задачка. Там показывается, как можно с выстройкой на цеплячью руку победить селфом. Любопытное сочетание. Там получается последняя кость и четыре врозь. Шесть очков. Сел седьмое очко. И восьмое очко приходит там из сочетаний чоу. То есть у вас в одну сторону ожидание на цеплячью руку, а в другую сторону ожидание со стены вот на такой интересный миссер. Ну, в общем, да, в спортивном моронге много всяких интересных ответвлений. Так что тут не соскучишься. Почему, собственно, люди играют в него вот так вот долго достаточно, годами. Что можно что-нибудь такое интересное собрать. Ну, давайте. Так всё-таки я сделаю. Рискну пойти на чистый ряд. Две семёрки вышли. Троек не было. Вот я тоже беру. Так. Вот так я сделаю. Чья шестёрка может быть? Не чья шестёрка. Хорошо. Мне бы главное семёрку найти ещё бамбуков. Что игрок напротив пробросил одну восьмёрку. Ну, кто знает, может ей вторая нужна. Двойка идёт. А, вот сюда она идёт. Как интересно. А вот здесь, похоже, чистые смещённые чоу собираются. Это сюда идёт. Так. Пятёрку символов немножко опасно выбрасывать, потому что она может пойти налево. Может быть, конечно, игрок напротив сейчас что-нибудь набросит налево. Ну, посмотрим. Так. Давайте пока не поздно выброшу пятёрку. Так. Три пятёрки вышли из игры. Ага. Повезло. Надо же все панги. Пол изобилия с элфом. Очень хорошо собралась. Так. Игрок. Игрок слева что-то собирал вот такое. Внешнюю руку что-то. Как будто внешняя рука даже была. У неё был, да, видимо, до сих пор. Непонятно было, что она собирает. То ли внешнюю руку, то ли чистый ряд. Ну, такие развилки тоже получаются. Так, что у меня здесь. Что у меня здесь может быть? Два, восемь. Три, шесть. Четыре, семь. Давайте уже сначала ланнера. Ну, это может быть переплетённый ряд. Да, смотрите. Четыре, семь точек. Семь, восемь. Заготовка на чоу. Три, шесть символов. Значит, это два, два, восемь бамбуков. Два, пять, восемь. Пара семёрок. Вот интересно заходит, да. То есть у меня, по идее, есть сейчас на переплетённый ряд фактически одиннадцать костей. Да, я выбрасываю четвёрку, шестёрку бамбуков. Вот, наверное, не выбрасываю. Нет, всё-таки хорошие формы в бамбуках собираются. Давайте не будем. Мне сейчас больше нравятся бамбуки. Может быть получится, как минимум, смешанное тройное чоу. Может быть, что-нибудь в бамбуках сложится из чистых смещённых. Мне нужно набрать очки, потому что у меня сейчас расстояние, что это одно очко до игрока справа. Так, у меня четыре пары, кстати. Четыре пары и две пары семёрок. Если я беру семёрку символов, может получиться что-нибудь очень интересное. С другой стороны, могу собрать чистые смещённые. Да, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь в бамбуках. Мне нужна тройка, пятёрка и всё, в общем-то. Да, тройка и пятёрка. Четвёрка точек мне, скорее всего, сейчас не нужна. Шестёрка символов не знаю. Но, кстати, смотрите-ка, игрок... Игрок справа собирает панги, игрок слева собирает бамбуки, похоже. Возможно, мне будет проще собрать всё-таки пары или панги в данной ситуации, потому что мне игрок слева может просто мои бамбуки не дать. Давайте посмотрим. Тройка заходит сама. То есть мне нужно нажать только пятёрку. Пятёрку, значит, семёрка бамбуков мне не нужна в данной ситуации. Мне нужно что-нибудь на четвёртый сет. На четвёртый сет. Так. Два белых вышли. Давайте посмотрим на нерада. Выходит север, выходит восток. Южный ветер не её ветер. Она его взяла, но он ей не очень пригождается. Четвёрка символов идёт на панг. А там, может быть, как раз ещё, я не знаю. А, нет, тройку шестёрку она пробросила. Смешанные смещённые панги уже не получится. Ну и хорошо. Шестёрку символов я не знаю, сносить, не сносить. Страшновато немножко. Я бы, скорее, восьмёрку точек снёс. Нет. А, давайте восьмёрку точкой снесу. Пара. У меня пятая пара. Мне надо дождаться чего-нибудь. А, я не хочу такое собирать. Так, пара. А подождите-ка, мне интересно может получиться, да? Шестёрка точек. Ну, давайте посмотрим, насколько шестёрка точек безопасная. Вот сюда она пошла. Ну и хорошо. Ладно. То есть, у игрока получается все панги открытая рука, да? Без онеров, без масти панг терминальных. Вот единичка сюда могла. Нет, не хочу. Так, единица должна быть безопасная. Это активная открытая рука у игрока справа. Она может победить со стены. Да? Поэтому как раз можно на её снос ориентироваться. Если бы ей кость зашла нужная, она бы её не скинула, а объявила моджонг целфом. Так что можно сбрасывать... Ну, а что тут можно сбрасывать? Шестёрку символов. Я не знаю насчёт шестёрки символов. Насколько, в принципе, безопасна двойка, да? Давайте попробуем вот так. Не нужна. И у меня, кстати говоря, победа на восьмёрке. Да? Победа на пятёрке. Закрытая рука. Все чоу. Все простые. Чистое двойное без масти. Видите? Да. Я беру пятёрку бамбуков со сноса в том числе. Вот. Я беру её со стены. Отлично. Вот. Надо было прочитать просто. Да, очевидно было, что с восьмёркой я всё беру. Надо было прочитать, что я беру пятёрку. И короткий ряд. Ещё. Два, три, четыре, пять, шесть, семь у меня. Вот это удачно зашло. Да? Видите? В одну сторону было семь пар. В другую сторону были чоу. Мизер на чоу. Который я брал и со сноса, и со стены. Просто повезло взять со стены. Так. Все типы. Да? Тут, в общем-то, ничего сложного. Я, кстати говоря, обогнал игрока справа. У меня сейчас первое место. У нас 19 очков разница. То есть она берёт что-нибудь с любого игрока и побеждает. Мне нужно не допустить этого. Мне нужно сейчас постараться взять что-нибудь самому. Или сделать так, чтобы она накинула кому-нибудь. Другое дело, что кому я могу помочь? Кому я сейчас могу помочь? Из игроков. Вот она уже открывается с меня. Так. У меня сейчас четыре пары опять. Но я не уверен, что я хочу объявлять панги. Панги. А точнее как? Давайте я вот так сделаю. Я буду иметь в виду, прежде всего, все типы. Панги. То есть если я открываю панг белых. Что я сбрасываю? Я бамбуки сбрасываю, да? Давайте я вот так сброшу. У меня же может получиться что? У меня же может получиться панг троек бамбуков, например. Будут смешанные и смещённые панги, да? Тройка бамбуков, четвёрка символов, пятёрка точек. Ну и вообще, кстати говоря, я же стараюсь всё-таки в своих видео показать какие-то интересные руки, да? Вот прошлая рука была интересная. Совершенно точно. Вот эта рука тоже хорошо бы показать её интересную руку. Но опять же, минимум риск. А если ничего не получится, то лучше всё-таки вернуться к плану со всеми типами. А вот это интересно. Ну давайте всё-таки я выкину север. Панги собираются, похоже. В конце концов, могут быть три закрытых панга. У меня нет. Нет, подождите. Нет, два закрытых панга. Два закрытых панга. Панг белых, например. Так, игрок слева, похоже, собирает точки. Пятёрка я с неё не дождусь. Так. Ну давайте так всё-таки, ладно. Тройку, четвёрку, наверное, можно снести под игрока. Хотя подождите. Игрок справа. Нижняя собирает, да? Она пробросила они рано, она пробросила верхняя. Шестёрку точек она рано выбросила. Может быть, у неё уже есть там что-то такое. Может быть, она собирает чистый ряд в точках. Как вариант. Восьмёрку точек не хочется ей давать, да? Давайте попробуем. Ну вот, семёрку я уже выбрасываю. Она безопасная. Это хорошо. Так, если я беру шестёрку символов, опять же, это будет конг второй. Это будет два открытых конга. Уже четыре очка. Четыре очка. Плюс панг драконов, например, шесть очков. И без мастин, без бамбуков, например, семь очков. Неожидание, единственное, восемь очков. Ну, не знаю пока. Пока что вырисовываются просто все панги. Тогда это будет ещё шесть. Понятно, тут можно не мучиться. Двойку точек я уже скидывал, кстати говоря. Ну, посмотрим. Двойка точек. Тройка точек не нужна. Игрок напротив какие-то точки собирает. Но тройка ей не нужна. Двойку она не возьмёт. Давайте. Так, один, два, три, да? Если, например, двойка. Приходит двойка. Нет, не приходит. Скорее, вот так приходит. А тройка бамбуков кому может быть нужна? Надо было, конечно, восьмёрку скидывать. Но скорее всего единицы останутся парой просто. То есть я рассчитываю на пятёрку на белого. Да? Белых нет. Меня, кстати говоря, устроило, если бы игрок напротив взяла руку. Ну, чья это восьмёрка сейчас будет? Здесь чоу объявит. Нет, не объявит чоу. Интересно. Она сама сбрасывает восьмёрку. Так, игрок напротив. Ага, всё-таки даёт мне панк. Удачно. Тогда, значит, здесь нет смешанного тройного чоу справа. Видите, она сбросила двойки. Так, вторую шестёрку она сбрасывает. Может быть, там смешанный ряд, да? Но тогда там что может быть? Семёрку она выбросила. У неё, может быть, семь, восемь, девять в символах, да? Уже собраны. Шестёрка нехожанная. А кто может её взять? Если на какую-нибудь дешёвую руку накидываю, да? У меня сейчас 19 очков преимущества. Я могу накинуть на совсем какую-нибудь дешёвенькую руку. На дешёвеньких рук тут не видно почему-то. Ну вот. Я в итоге беру сэлфом. Два закрытых панга ещё получаются. Чоу собирала игрок. Сейчас посмотрим. Так. Ну что ж, удачная рука. Не так часто заходят такие панги. Давайте сейчас посмотрим направо. Игрок справа собирала. Так. Она с меня не брала семёрку почему-то. Может, у неё просто... А, она сама сбросила семёрку. Ей бы это пригодилось семёрка. Как раз 5, 6, 7 бамбуков. 6, 7, 8 точек. 7, 8, 9 символов. Да? Девятку бы кто-нибудь скинул символов. А она бы победила. Шестёрку она, видимо, ждала символов. Непонятно зачем, правда. Странная рука. Вот она, похоже, не смогла разрулить её правильно. Можно было что-то из неё сделать такое, если не выбрасывать семёрку. Но она... А, она, извините, что я говорю. Смешанный ряд же это. Она ждала девятку символов на смешанный ряд. Смешанный ряд. Хорошо. Игрок напротив собирала переплетения. Но у неё как-то ничего не заходило. Пятёрка бамбуков не зашла. Тройка символов не зашла. Шестёрка, кстати, последняя у неё была моя. Ну, не моя, точнее, да. Вот то, что у меня план шестёрок был. У неё, в принципе, в принципе, можно было ещё пособирать. Но как-то на третьем ряду сноса, ну, в начале, да. Скажем, в двух законченных рядах сноса. Две кости лишних. Да. Не очень удачная штука, но бывает, конечно. Игрок слева собирала как будто или пары, или чистое смещённое чё. Вы видите, да? Ей не хватало двух пятёрок точек. Она же не знала, что все пятёрки у меня. Она хотела собрать или в точках 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Или, соответственно, какие-нибудь пары. От девяток она избавляться не хотела. Да. Игрок слева от меня ждал девятку на смешанный ряд. А здесь девятки как раз сидели на паре, как минимум. Девятку бамбуков можно было снести. Другое дело, что девятка бамбуков, возможно, игрок думал, что она опасная. А может, как раз она собиралась её сносить, она же снесла, видите, 7-8 бамбуков. И девятку собиралась сносить, просто она сносила сначала более опасные семёрку и восьмёрку, а потом уже всё безопасное. Девятка уже безопасная, как безопасный снос, в принципе, вполне себе годится. Ну вот. Что-то в итоге собралось. У каждого игрока, да? Вот здесь просящая справа от меня, да? Потому что я сначала не разглядел смешанный ряд. У игрока напротив два шага до просящего, у игрока слева что-то там с просящей не очень. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok